Намаскарам, Садгуру! Вы говорили, что мы должны познать эту частичку жизни во всей её полноте. С чего же начать? Развернитесь. Просто развернитесь. Повернитесь. Всем видно, что написано у него на футболке. Буква А. С этого и начинайте. С буквы А. Не начинайте с буквы Я. Начинать нужно с А. Буква А означает начало, не так ли? Итак, где следует начинать? Есть ли какие-то этапы? С чего начинать? Я думаю, мы неоднократно говорили, что начать можно только оттуда, где вы находитесь. Невозможно начать откуда-то ещё. Не пытайтесь начать откуда-то там. Начинать нечего. Всё уже началось. Очень давно. Вы просто пытаетесь ускорить процесс. Вот и всё. Вы не можете начать это. Всё уже давно началось. Ваше желание расти — оно уже началось, не так ли? Может быть, вы думаете о том, чтобы заработать больше денег, но это всего лишь ваше неправильное понимание. Но, по сути, вы хотите становиться чем-то большим. Это и есть духовный процесс, направленный по ложному курсу. Но это духовный процесс. Вы хотите обрести власть, богатство, хотите иметь больше знаний, быть любимыми, хотите испытывать удовольствие. Всё это духовные процессы, ориентированные в ложном направлении. Вы осуществляете духовный процесс неосознанно. Если вы делаете что-то неосознанно, вы можете спотыкаться на каждом шагу. Не так ли? Если я попрошу вас поехать домой с закрытыми глазами, ещё прежде чем вы сможете выехать с парковки, вы будете в довольно неприятном положении, не так ли? Поэтому не пытайтесь начать откуда-то там. Просто становитесь всё более и более осознанными. По мере того, как вы будете становиться осознанными, естественным образом это найдёт проявление. Что же означает быть осознанным? Если вы будете стараться быть осознанными, у вас ничего не получится. Люди всегда ошибочно принимают внимание за осознанность. Осознанность, насторожность и внимание улучшит вашу способность выжить. У вас будет больше шансов выжить, когда вы бдительные. Но это не осознанность. Осознанность означает… Сейчас вы здесь? Знаете ли вы, что вы здесь? Это и есть осознанность. Вы осознанные, поэтому вы знаете, что вы здесь. Иначе бы вы не знали. Представьте, что вы… Вы не будете знать, не так ли? Если кто-нибудь… Вы знаете. Итак, допустим, кто-то мёртв. Если его толкнуть… Нет осознанности. Кто-то спит, если толкнуть его… И он сразу же здесь. Сейчас же вас не нужно толкать, но вы по-прежнему здесь. Я говорю о том, что ваша осознанность проходит через разные этапы. Вы замечали, что в разное время дня ваша осознанность находится на разных уровнях. Её можно повысить. То, что необходимо для выживания, происходит естественным образом. Даже когда дело касается режима выживания, степень бдительности у разных людей будет различаться. Вы управляете автомобилем, едите по улице. Степень внимательности у разных людей будет различаться. Вождение – это процесс, связанный с выживанием. Но степень внимательности у разных людей будет различаться. Даже в режиме выживания, степень внимательности у разных людей различается. Её можно повысить. Если вы постоянно повышаете свой уровень осознанности, наступает момент, когда она будет связана не только с выживанием. В вашу осознанность войдет нечто, что не является необходимым для вашего выживания. Когда это входит в вашу осознанность, то, что не является необходимым для выживания, связано с измерением, выходящим за рамки физического. Когда это войдет в ваши переживания жизни, вы просто присутствуете. Очень просто. В эти семь дней мы продолжали и продолжали крутить ручку динамо-машины, чтобы вы становились всё более и более осознанными. Внезапно, через пять-шесть дней, вы... Если после этого вы продолжите свою практику, постепенно это будет продолжать расти каждый день. В противном случае со временем это угаснет. Замечали такое? Насколько вы становитесь успеемчивыми, когда стабильно выполняете свою практику? А если перестаете практиковать, постепенно вольтаж снижается. Если снижается вольтаж, свет становится тусклым. Если свет становится тусклым, вы можете видеть только ограниченное количество вещей. Если вольтаж поднимается, свет становится очень ярким, и вы видите всё. Это и есть осознанность. Так что вы работаете не над своей осознанностью или над своим духовным ростом. Вы работаете только над своим вольтажом. Вы поддерживаете в себе настолько высокий уровень энергии, насколько это возможно. И когда уровень энергии высок, у вас появляются склонны запутываться в чём-либо. Убедитесь, что вы ни в чём не запутываетесь. Например, уровень энергии у подростка гораздо выше, чем у остальных людей. Но он всегда ввязывается в неприятности из-за того, что у него много энергии, но ему недостаёт стабильности. Итак, если вы будете поддерживать необходимый уровень энергии и стабильность, если вы будете поддерживать эти два аспекта, остальное случится само собой. Делать что-то не потребуется. Просто сидите и наслаждайтесь.